МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжают вести ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем будем говорить сегодня. Фермеры прогнозируют хороший урожай зерна. Сотрудники лабораторий готовятся к проверке качества. Одним из показателей, на которые необходимо исследовать зерно, является ГМО. Где и как в регионе проверяют зерно, прежде чем пустить его на муку? Общественники в деле ульяновские активисты оценили качество строительных работ на Аминаевском мосту. Идут проезды. Они уже превышают допустимый размер по высоте. Какие недочеты удалось обнаружить? В памяти царственных страста терпцев. Где, как не в Симбирске, строить храм в их честь? В ульяновске осветили нижний храм Спасского собора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в этом году погода не подвела. Ульяновские фермеры ожидают хороший урожай зерна. Но сначала сотрудникам ульяновских лабораторий предстоит оценить его качество. Какие тестирования проводят специалисты, выясняла Екатерина Лазарева. В лабораторию зерно поступает вот в таких сейф-пакетах. Сотрудники составляют акт и проба зашифровывается. Далее зерну предстоит длинный путь из нескольких десятков различных тестов. А результат покажет, насколько хорошо фермер позаботился о своем продукте. Здесь проверяют наличие тяжелых металлов, ГМО, микотоксинов, примесей, пестицидов и агрохимикатов. Все для того, чтобы на столах ульяновцев был самый вкусный и полезный хлеб. Все пробы, поступающие в лабораторию, пробы зерна исследуются согласно и на соответствие 15-го технического регламента о безопасности зерна. Одним из показателей, на которые необходимо исследовать зерно, это является ГМО. ГМО исследуется в нашей лаборатории методом ПЦР, метод аккредитован. У нас имеется все необходимое оборудование, два ротор-джина, где проводится исследование зерна. Этот прибор – одно из преимуществ Симбирского центра. Он с точностью определяет наличие ГМО в образцах зерна. Сперва злаки проходят подготовку, они измельчаются. Следом из муки получают суспензию. До ума анализ доводит автоматика. Результат выводится на экран. Но и это лишь малая часть тестирования. Одним из основных показателей качества зерна является клейковина. Идеальным является зерно с клейковиной средних значений. Для определения этого показателя используют вот такой аппарат ИДК. Но перед этим из уже перемолотого зерна получают вот такой шарик теста, который и позволяет определить количество клейковины. Сейчас в области работают 8 лабораторий. Для своего удобства фермеры могут провести исследования, не выезжая из своего района. Специалисты лаборатории сами возьмут пробу и в течение трех дней фермер получит заключение о качестве своего зерна. Анализ проходит каждая партия. Большое влияние на качество зерна оказывает температура и влажность при хранении. В текущем году пока еще не приступили к уборке урожая. Будут в ближайшие дни проведены пробные работы по данному направлению. Но взять прошлогодний опыт, то мы видим, что у нас порядка 700 проб исследовано в наших лабораториях подведомственных. В том числе на декларирование продукции, что позволяет подтвердить качество и безопасность продукции. Раньше не все анализы можно было провести в Ульяновске. Некоторые пробы фермеры отправляли в другие регионы. Иногда тестирование затягивалось на месяц. Долгое ожидание превращалось в простое для фермеров. До недавнего времени была такая проблема. И сейчас эта проблема решилась тем, что было поручение губернатора, чтобы было единое окно, куда мы можем как товаропроизводители сдать зерно, получить общий спектр анализов. И с этим общим спектром анализов для нас лаборатория делает декларацию соответствия, на основании которой мы можем уже продавать зерно и заключать контракты. В этом году фермеры ожидают хорошую жатву. Погода не подвела. Катаклизмы обошли стороной наш регион. А значит, после успешного тестирования ульяновцы и сами смогут оценить качество урожая. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И к другим темам. Минаевский мост пережил еще одну ревизию. На этот раз ход строительных работ проверили общественники. Активисты своими глазами убедились, что план графика на этот год соблюдается и даже идет с опережением. Здесь уже выполнили больше 70% запланированных работ. Например, полотно будущей кольцевой развязки полностью готово, а сама переправа уже разделена на два моста. На сегодняшний день произведенный демонтаж путепровода 100%. Готовится площадка для устройства основания свайных работ. На мосту площадь демонтажа составила порядка 820 квадратных метров. Но недостатки настройки все-таки есть. При создании проекта строители не учли линии электропередач, под которыми пойдет будущая кольцевая развязка. В жару из-за физических свойств они начинают сильно провисать над проезжей частью. Идут проезды. Они уже превышают допустимые размеры по высоте. То есть надо поднимать сегодня высоту опоры. Вот это опущение проектной организации. И мы сегодня в своих материалах будем рекомендовать, чтобы они их еще раз посмотрели и внесли корректировки. Другие замечания больше формальны. Строители не отмечают проделанную работу в графике производства. Общественники рекомендовали подрядчику делать это минимум раз в месяц. А еще питание рабочих. По мнению активистов, комнат отдыха, где можно пообедать мало, начальство должно обеспечить строителей пищей. Тем временем в Ульяновске продолжается строительство социальных объектов. В новых дошкольных образовательных учреждениях только за Свияжского района появится порядка 500 мест для детей. Строительство нового детского сада на Отрадной близится к завершению. Сегодня здесь ведут отделку помещений, завозят мебель, учебное и игровое оборудование. Сразу после этого строители приступят к благоустройству территории. Сдать объект подрядчик планируют в сентябре. Затем начнется процесс лицензирования. Тем временем продолжается строительство детского сада на Шигаево. По проекту организации строительства данный объект должен быть построен в течение года. Но мы перед собой ставим амбициозные цели, что к декабрю уже полностью закончить коробку, начать внутренние отделочные работы и полностью уже подойти к завершению объекта, где-то к январю и уже начинать завозить и мебель, и технологическое оборудование. Ход строительных работ оценил Игорь Эдель. Первый заместитель губернатора отметил, что возведение новых школ и детских садов – одна из стратегических задач и поручил профильным специалистам взять объекты на личный контроль, чтобы уже в следующем году двери этих дошкольных образовательных учреждений распахнулись для юных ульяновцев. В день памяти царственных страста терпцев ульяновские осветили Нижний храм Спасского собора. В этот день русская православная церковь вспоминала мученический подвиг императора Николая II и его семьи. По приказу большевиков их расстреляли в Екатеринбурге. Позже царя и его семью причислили к рику святых. С утра у поклонного креста на месте разрушенного Троицкого кафедрального собора начинается крестный ход. Представители казачьих сообществ и горожане прошли до Спасского женского монастыря. Здесь уже ожидают освящение нового храма во имя царственных страста терпцев. Строительство, по милости Божьей, довольно-таки шло оперативным этапом. Как видите, всего лишь второй год, как мы его строим. А уже Нижний храм подготовили к освящению. Так вот, по милости Божьей, приближается его освящение. Великое освящение Нижнего храма, возрождающегося Спасского собора, Симбирского женского монастыря, совершают митрополит Лонгин, епископы Филарет и Деодор. Для жителей города это радостное событие. Братья и сестры, держите. Спасская церковь в женском монастыре почти полтора века носила наименование Второго городского собора после Троицкого. В 1920 году монастырь был закрыт, а затем и разрушен. Начиная с марта 2020 года Спасский собор возрождается на своем историческом месте, практически в прежнем виде. Я думаю, что в принципе по объемам работ, строительных работ, это примерно где-то еще на месяц, на полтора строительные работы, все основные будут закончены, и останется только роспись верхнего храма. Мы сориентировались на Благовещенский собор Московского Кремля, Успенский собор. Сама стилистика – это стилистика конца XVI века, начала XVII. Русский стиль с подбором святых, русских святых, князей, царей, которые были исповедниками, мучениками. Теперь это не просто здание. Освященный храм становится вместилищем величайшей святыни. Очень правильно, что храм этот посвящен святым царственным страстотерпцам. Где, как не в Симбирске, строить храм в их честь? Дай Бог, чтобы наши молитвы к святым царственным страстотерпцам, наши молитвы к Господу принесли бы и прощение, и исцеление от того греха и от того преступления, которое было совершено когда-то. В новом храме собором архиереев была совершена и первая божественная литургия. На площадке недалеко от Спасского собора для прихожан организовали трапезу и концертную программу. Елена Тимонина, Сергей Николаев, Владислав Фролов. Вести. Ульяновск. Это Вести. Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. 29 выпускников сдали единый госэкзамен на 100 баллов. В регионе подводят промежуточные итоги ЕГЭ и начинают приемку образовательных учреждений к новому учебному году. Сейчас во всех школах и детских садах идет косметический ремонт. В десяти из них капитальные преобразования. Новый технопарк Кванториум откроется в гимназии номер 30, а ITQ появится в 62-й школе. Полы залиты, стены оштукатурены. Через несколько дней их начнут красить во всех шести кабинетах. А уже в сентябре новый центр цифрового образования примет 500 детей. А это значит, что 500 детей разных возрастов, детей 62-й школы и образовательных организаций Железнодорожного района во внеурочное время смогут начать осваивать весьма увлекательные и весьма перспективные в плане их будущего профессионального развития дополнительные образовательные программы в сфере информационных технологий. Работотехника, скретч, обучение всем языкам программирования. Преподаватели, специалисты регионального агентства технологического развития. Набор в группу IT-куб Железнодорожного района уже ведется. Так же, как и федеральные образовательные центры «Точка роста». В новом учебном году в регионе их станет на 61 больше. Пока же время подводить итоги прошлого. В 2022-м. Итоговая аттестация вернулась к доковидному порядку проведения экзаменов. Для получения аттестата выпускники сдавали два обязательных предмета – русский и математику. Сравнивать результаты этого года с предыдущим сегодня некорректно, поскольку в этом году у нас выпускники – это те ребята, которые обучаются по новым и выпускались, соответственно, по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Как итог из 5 тысяч 11-ти классников – 29 сдали ЕГЭ на 100 баллов. Выпускник 73-й школы Максим Житков показал такой результат дважды – на экзамене по русскому языку и истории. Кульнара Шарипова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Ульяновском районе на базе историко-культурного парка «Станица» завершились молодежные казачьи игры. Ежегодный проект «Волжский изполох» взял паузу на два года из-за пандемии. И вот теперь фестиваль вновь объединяет поколения и собирает сотни участников. В новую Бедингу приехало 12 команд, в каждые по 8 человек. Позревноваться в молодежных казачьих играх решили ребята из самых разных районов Ульяновской области. В гости также приехали кадеты из Кирова. Организаторы стараются погрузить участников в реальные полевые условия, где могли бы раскрыться их спящие навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Молодежь помогает старшим в быту, и это один из ключевых моментов, когда происходит обмен знаниями и опытом, а значит, укрепляется связь между поколениями. «Патриотизм – это не только сбор-разбор автомата и какие-то военизированные эстафеты и нормативы, а это комплекс, целый комплекс сложных навыков и знаний, которые необходимо давать, передавать подрастающему поколению, ну и, соответственно, чтобы они несли вот эту преемственность и дальше». По словам организаторов, ребята отсюда уезжают другими, более сплоченными и ответственными. «В первую очередь, это ответственность, потому что каждый в лагере знает, что от него требуется. Если он будет сидеть на месте, то он не приведет команду к победе». «Соревнования нашей команды даются легко. В некоторых соревнованиях мы не участвуем, потому что не по возрасту, конечно. Но стараемся победить». За время состязаний участники прошли военизированную эстафету, посоревновались в сборе-разборе автомата, сдали спортивные нормативы и даже выявили лучших в рубке шашкой. Но главной задачей фестиваля является проверка молодежи на знание истории культуры, коммуникабельности и умение оказывать первую медицинскую помощь. Оздоровление и экологическое образование – такую цель ставит детский лагерь при экологическом центре в Заволжском районе. Для 70 школьников организовали не совсем обычный отдых. Тематика занятий в основном направлена на животные и растительный мир, охрану природы и вопросы экологии. «В этот лагерь я хожу уже очень давно, с 7 лет, потому что каждая смена чем-то запоминается мне, и она кажется мне очень особенной. Я нахожу здесь много новых друзей». «Я узнаю очень много про экологию, это экологический лагерь, и именно на этой смене мы проходим водоочищение, все связано с водой, как ее сберегать и так далее». Помимо водоочищения, защиты и приумножения лесов, особенности животного мира и многое другое. В эколагере проходят и своеобразные практические занятия, в том числе в парке Прибрежный. Благодаря необычному отдыху дети мечтают о том, чтобы на следующий год снова оказаться в этом лагере. «Они рекомендуют нас своим друзьям, родственникам, знакомым. То есть у нас постоянно есть смена контингента, несмотря на то, что основная масса одни и те же дети. Они очень увлекаются, им нравится практическая деятельность, им нравится проводить опыты, совершать экскурсии». Экологический лагерь работает только в третью смену. Отдых здесь продлится до 7 августа. В Коломне прошел чемпионат России по судомодельному спорту. Ульяновец взял второе место, три попытки, дистанция в 180 метров. Авиамодель Сергея Байдерикова прошла ее почти за 12 секунд. Признается, что мог лучше, ведь в 2015 году он побил рекорд мира. Когда начали соревнования, вот есть такой момент, не идет модель, не идет. Прилипает все гидродинамически, здесь подпилил, там подпилил. Потом с двигателем проблема, разобрал двигатель. Поршень лопнул, пришлось все переделать. Ко второй попытке переделал, собрал по новой двигателе. Начал гонять. На дистанции какая-то грязь прилипла, модель начал вводить в сторону. Когда отгоняли к третьей попытке, полностью все нюансы, все убрал. Задул сильный ветер, большая волна, никто не проехал. В судомодельном спорте Сергей Васильевич с 1974 года. Это скоростная радиоуправляемая модель с двигателем внутреннего сгорания до 15 кубических сантиметров. Сезон они начали еще в мае. Тогда на Кубке России заслуженный мастер спорта взял первое место. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Хорошего дня. Берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!